Рынок был независимо оценен в 50 миллиардов долларов США в течение следующих 20 лет. У нас есть письма о намерениях, подтверждающие заинтересованность в 15 летательных аппаратах. Команда имеет десятилетие опыта работы в полетах легче воздуха. По нашим оценкам, с 2025 года продукция компании Эллендер будет выделять на 90% меньше CO2, чем обычные самолеты. Hybrid Air Vehicle Компания, создавшая Эллендер, первый в мире постмасштабный гибридный самолет и ключевую часть будущего безуглеродного авиации. К 2025 году, по оценкам компании, Эллендер будет производить на 90% меньше выбросов, чем другие самолеты. Компания Hybrid Air Vehicle собирает средства для поддержки своих операций и обуслуживания контрактов во время восстановления COVID-19. Идея Представление гибридных воздушных судов Первый полет прототипа в Великобритании Полный прототип полета Серийный дизайн Эллендер-10 в полете Производственный дизайн Эллендер-10 в удаленном расположении Hybrid Air Vehicles HAV Разрабатывает технологию Эллендер с 2007 года и занимает устойчивое положение в мире Эллендер – новый подход к авиации, который направлен на обеспечение региональной мобильности с низким уровнем выбросов углерода, воздушных круизов, логистики, а также решений для связи и наблюдения. Мы посчитали, что Эллендер может предложить десятикратное повышение стоимости и возможности для решения этих задач. Наш путь к безуглеродной авиации Уже запущен в полном масштабе с уменьшением выбросов на 75% согласно расчетам HAV. Обычная версия планируется ввести в эксплуатацию с 2024 года. Гибридная электрическая версия с сокращением выбросов на 90%, планируемая к эксплуатации в 2025 году. К 2030 году мы планируем создать полностью электрический Эллендер 10 с нулевым уровнем выбросов. По независимым оценкам, рынок технологий Эллендер в ближайшие 20 лет составит более 50 миллиардов долларов США. Сейчас HAV сосредоточена на получении заказов на запуск производства Эллендер 10. У нас есть письма о намерениях, подтверждающие интерес к 15-ти коммерческим самолетам, с предложениями по защите, которые также находятся на начальном этапе обслуживания заказчиками. Авиалайнер 10 планируется ввестись в строй с 2024 года. HAV единственная компания в мире, которая пилотировала постмасштабный прототип гибридного самолета. За последние 10 с лишним лет мы потратили 116 миллионов фунтов на разработку Эллендер. Теперь мы готовы к производству и у нас есть четкий путь к сертификации. Эллендер был показан в The Telegraph, Financial Time, BBC, QG и RobReport, и это лишь некоторые из них. Длительность займа для инвестора 36 месяцев. Кредит не может быть погашен компанией досрочно, кроме как с согласия всех инвесторов или в случае дефолта. Займ может конвектироваться в капитал в течение срока и поддействия. Если до наступления срока погашения не происходит конверсии, суда автоматически конвектируются в акции, если только большинство держателей суда не выбрали получение выплаты наличным плюс премию за погашение. Дисконт 20%. Это сумма скидки, которую получат инвесторы, если применимо по сравнению с ценой акций, по которой другие акции компании выпускаются или покупаются после конверсии. Доходность 8% в фунтах стерлинга. Проценты выплачиваются при двух обстоятельствах. При конвертации в этом случае компания может решить, выплачивать или проценты наличным или капитализировать их, добавляя проценты к основной сумме кредита перед конвертацией ее в акции или в случае неисполнения обязанностей. Премия в размере 100% от любой конкретной суды. Цена конвертации еще не установлена. Цена конвертации будет определяться следующим раундом финансирования. Выходом или, если раунд финансированием не происходит до даты погашения конвертируемой суды, то используется цена по умолчанию, которая относится к предыдущей цене компании по сбору средств. Конфектированный займ будет преобразован в полностью оплаченные акции компании при наступлении определенных событий, например, нового раунда финансирования, IPO или другого выхода. Однако при определенных обстоятельствах суды могут быть возвращены.